Здравствуйте! Сегодня снимаем второе видео, посвященное программе SketchUp. Почему я считаю SketchUp лучшей программой для дизайна квартиры, кратко расскажу в нашем новом обзоре. Снова представлюсь, я Краса Дмитрий Алексеевич, дизайнер интерьера. Давайте подробнее рассмотрим преимущества SketchUp для работы в трехмерной графике и, в частности, для разработки дизайна интерьера. Изучение SketchUp – это комфортный и быстрый процесс, благодаря интуитивным инструментам и простому интерфейсу программы. Все инструменты, используемые в SketchUp, позволяют легко выстраивать модель с требуемой точностью. О преимуществах работы в программе SketchUp проще всего видится на практике. Вы видите перед собой окно программы, и сейчас при помощи инструментов черчения и рисования, доступные в этой программе, мы создадим коробку помещения комнаты 4 на 5 метров с высотой потолка 2 метра 70 сантиметров, раскрасим полы каким-нибудь готовым материалом типа ламината, ну и воспользуемся онлайн-хранилищем депозитариев объектов для того, чтобы поставить в нашу комнату стол. А также сделаем дверные и оконные проемы. Все это можно сделать в считанные минуты. В данном случае я работаю инструментом линия и направляющими для того, и клавиатурным вводом для того, чтобы задать размеры помещения. Немножко ошибся. Длина комнаты 4-5 метров. Чирина... Четыре метра... Да, 4 метра на 5 метров помещения. При помощи инструмента смещения мы зададим толщину внешней стены. Ну, допустим, возьмем ее толщину 15 сантиметров. Образмеряем ее все в миллиметрах. Поднимем потолок. Точнее, выдавим стену на уровень потолка на высоту 2 метра 70 сантиметров при помощи инструмента выдавливания. Клавиатурным вводом ввожу высоту этого выдавливания. Таким образом мы получили вот такое вот квадратное помещение, заготовка нашей комнаты. Сгруппируем объект. Сделаем оконные дверные проемы. При помощи направляющих я размечаю середину стены. Оконный проем у нас будет, допустим, метр восемьдесят по ширине. Высота от пола обычно берется можно взять 80 сантиметров. Сам оконный проем высотой метр сорок. При помощи инструмента линия очерчу границы этого оконного проема и выдавлю его. Таким образом мы легко создали оконный проем. То же самое можно сказать, что мы также быстро сделаем и дверной проем. Отступим от стены пятьдесят сантиметров. Ширина дверного проема у нас будет девятьсот миллиметров. Высота для установки двери два метра пятьдесят миллиметров. Очерчим границы дверного проема дверного проема и так же его выдавим. Таким образом выстраиваются и более сложные объекты. Зная точные размеры помещения, имея обмерный план, можно выстроить интерьер любой сложности, любой конфигурации. Далее рассмотрим, как использовать материалы скетча. Для пола назначим материал ламината. Из готовых, из доступных материала выбираем материал дерева. Тут есть похожие на ламинат или на паркет. Материалы при помощи инструмента. Заливка. Применяем этот материал к поверхности пола. Редактировать материал можно при помощи контекстного меню. Текстура, положение. Здесь мы можем повернуть, масштабировать, либо провести другие манипуляции с нашим материалом на данном деле. Как вы видите, создать интерьер, заготовку помещения в скетчап достаточно просто. Еще проще воспользоваться готовыми объектами из 3D Warhouse для того, чтобы заполнить этот интерьер мебелью, аксессуарами и предметами декора. Для этого зайдем в раздел компоненты и в поиске в объем то, что нам нужно. Как я и обещал, мы хотим поставить сюда обеденный стол. Стол обеденный. Как видите, поисковик 3D Warhouse выдал нам достаточно много доступных результатов, которые можно... Это модели, которые можно загрузить прямо из интернета и непосредственно сразу же установить в наш проект. Выбираем понравившийся нам стол и перетаскиваем его и перетаскиваем его в наш интерьер. Таким образом, можно поставить в интерьер не только стол, стулья, но и любую другую мебель, объекты декора, аксессуары, фигурки людей, светильники и другие элементы интерьера. Таким образом, мы с вами увидели основные принципы построения интерьера, которые одинаковы как для онлайн-версии программы, так и для его настольной версии. SketchUp может служить программой для разработки дизайн-проекта полного цикла от эскизов до чертежей визуализации. Файлы, созданные в SketchUp, напрямую открываются в программах 3D Max, Archicad, что позволяет взаимодействовать со смежными специалистами, работающими в этих программах. Здесь вы видите трехмерную модель квартиры, полностью построенную в онлайновой версии программы SketchUp. Возможности программы позволяют выстроить модель интерьера во всех деталях и продемонстрировать ее вашим родственникам, знакомым, заказчикам, друзьям. Сцены, настроенные в этой программе, позволяют осмотреть интерьер со всех сторон. Также можно вращать модель, просматривая ее с различных ракурсов при помощи мыши. Модель кухни была построена по точным размерам непосредственно в этой программе. Различные дополнительные элементы мебели и декора, это светильники, диван, были взяты из 3D Warehouse и подстроены по размерам нашего помещения. Результат аналогичного тому, что вы только что сейчас увидели, может добиться практически любой желающий без не имеющей предварительной подготовки. Приглашаем вас на курс дизайна интерьера в программе SketchUp, где вы за 16 часов разработаете самостоятельно дизайн квартиры или дома. Корректор А. Продолжение следует...